Последняя масштабная угроза, когда Советский Союз разместил свои ракеты в Карибском море, была в 1962 году. Тогда возможный обмен ядерными ударами между США и СССР называли более чем вероятным. С тех пор методы Кремля не меняются. Этим летом Москва планирует создать мнимую угрозу и уже направила свои корабли в Карибское море. Мы ожидаем, что этим летом Россия проведет повышенную военно-морскую и воздушную активность вблизи Соединенных Штатов. Кульминацией этих действий станут глобальные российские военно-морские учения этой осенью. Нам следует ожидать продолжения этой деятельности в будущем, хотя мы отмечаем, что эта подготовка влечет за собой расходы для ВМФ России, который изо всех сил пытается поддерживать боеготовность и проводить развертывание со своим устаревшим флотом. Источник в администрации президента США в интервью Reuters. Активность российских военных возросла из-за американской поддержки Украины. Источник в Белом доме сообщил Reuters о том, что угрозы для США не видит, так как Россия и ранее отправляла свои корабли в западное полушарие. Учения с участием военных кораблей, самолетов, стратегической авиации станут первыми одновременными воздушными и военно-морскими маневрами, которые Россия проводит в Карибском бассейне с 2019 года. В НАТО также заявили, что не видят признаков того, что Российская Федерация готовится к удару. Мы не видим никакой немедленной угрозы для любого из членов НАТО. И сейчас, конечно, Россия более чем занята войной в Украине. Они перебросили немало сил с территорий, приближенных к Финляндии и североевропейским странам в Украину. В Миноборон России информацию об учениях на Карибах не комментируют. Министерство революционных вооруженных сил Кубы сообщает, что с 12 по 17 июня в порт Гаваны прибудет группа кораблей военно-морского флота России. В состав группы войдут носители гиперзвуковых ракет «Циркон», фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань». А также нефтеналивной танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Все они относятся к Северному флоту России. Россия уже не может предложить каких-то новых угроз, которые будут принуждать западных лидеров действовать более аккуратно и взвешенно в контексте помощи Украине. По состоянию на сегодня в России не остается аргументов в пользу свою, чтобы продемонстрировать, что какой-то шаг, какое-то там пересечение красных линий Москвы в очередной раз со стороны стран Запада как-то произведет к усилению угрозы со стороны России. Куба находится примерно в 150 километрах от побережья американской Флориды. Таким образом, носители «Циркона» впервые появятся всего в нескольких секундах полета от США. Однако в Вашингтоне не видят прямой угрозы в таких действиях Москвы. Россия, скорее всего, направит боевые корабли в Карибское море с возможными заходами на Кубу и в Венесуэлу. Также ожидаются развертывания или полеты самолетов в регионе. Эти шаги являются частью обычных военно-морских операций России и не представляют прямой угрозы для Соединенных Штатов. Чарли Дитц. Майор, представитель Пентагона. В интервью СНН. Недавно Россия начала тактические учения с использованием ядерного оружия вблизи Украины. Но большинство аналитиков рассматривают это как запугивание. А вот чего стоит ожидать, так это диверсии на Западе со стороны российских шпионов. Они попробуют подорвать инфраструктуру и увеличить стоимость поддержки Украины для западных правительств. Российские агенты уже подозреваются в ряде инцидентов в Великобритании, Эстонии, Германии, Польше и Литве.